Балет, чечетка, русские народные и китайские танцы на одной сцене. Уже в четвертый раз фестиваль «Танцевальная палитра» собирает в Риотове танцуров со всего Подмосковья. На этот раз участвовали 38 коллективов. Насколько это непростая задача определить победителя в столь пестром разнообразии стилей, почувствовала и наш корреспондент Анна Чернова. Грусть, радость, обида и счастье. Палитру чувств через движение в китайском народном танце показывает коллектив юности Жуковского. Номер готовили специально к фестивалю. Такой танец в костюмах и с этническими элементами на конкурсе исполняют впервые. Потому участницы надеются на высокие баллы. Это первый такой китайский танец в истории того, как я хожу в этот ансамбль. Да, мы очень старались, мы прям сельский пели, мы так хотели на конкурс. В этом году было много желающих попасть на конкурс, рассказывают организаторы. Возможность выступить на большой сцене получили только избранные. В результате танцевальная палитра оказалась действительно разнообразной. Русский народный танец, современные направления, чечетка и даже балет. В этом году отрадно, что коллективы представлены более массово. Дальше. Очень приятно, что с каждым годом детки этих коллективов одеты хорошо. И уже видится прогресс в работе руководителей. Еще мне что бы хотелось, вот сейчас мы уже смотрим, да, немножко неподготовленные, они как, ну, как бы, будем говорить, технически, что ли, да. Я понимаю, что это очень сложно. Это маленькие детки. Техника – это прежде всего ритмичность и умение слушать музыку. Все это сильная сторона коллектива из Реутова не Москва. В свой номер еще добавили немного знаний по биологии. Рассказали зрителям в танце, как куколка превращается в бабочку. А кто придумал этот номер? Наш руководитель Анна Николаевна Куликова. И как долго вы будете революции? Ну, мы не знаем, месяц, наверное, два. Награду, грамоту за участие получил каждый коллектив конкурса лучших. Жюри наградило дипломами победителей. Анна Чернова, Евгений Пуговкин для РТВ.